привет народ как дела как поживаете надеюсь все хорошо до долгожданное видео которое должен сделать уже давно это про рассказать про опи и экспо веб-сайт наконец-то сайты заработали до сегодняшнего дня не очень печально работали но вот они и вот и я поэтому начнем для начала коротко есть два сайта это opportunities.isac.org вот вы его видите на своих экранах и experience.isac.org чем они отличаются opportunities сайт это сайт где basically там все проекты которые загружаются то есть если тебе надо искать проекты ты заходишь на opportunities и также наши и пи они создают там аккаунт то есть они заходят на opportunities они создают там аккаунт попадают на сайт и потом они попадают к нам мы уже связываемся с ними и на этом же сайте они и мы ищем про про дикты для них experience .isac.org это для нас для айзекеров сайт мы там грубо говоря руководим мы там можем изменять и пи профиль это нам будет нужно в будущем мы можем распределять теперь смотреть кто наш кто не то есть это наша рабочая зона потом работаем так перейдем сначала opportunities .isac.org вот он открылся вы сюда зайдете если надо будет и вот у вас три ну три наших товара товара айзека это global volunteer global talent и global entrepreneur разницу между ними я вам объяснял на тем митинге нам нужно global volunteer заходим на global volunteer и вот собственно вот наши проекты тут как вы видите есть 3697 проектов уже некоторые из них и из них скорее всего они еще с winter peak остались но большинство они уже на summer peak это то что нам нужно и вот как вы видите то есть на первой же странице как только открываем тут уже проекты вот они есть вот название извините за голос я немного приболел вот проекты например вот backpacking egypt first of july 13 августа если они в названии уже даже даты написали это в египте проект то есть вот видите тут back background фон который они делают название проекта и внизу вот тут город и страна правда недели они не написали на сколько недель но это они скорее всего еще заполнен вот два проекта в кайра в египте вот александре египет тоже spread awareness вот еще в аргентине еще в египте обувь вот коста-рики проект но неужели коста-рики и подряд египет вот египет сейчас подряд уже этот проект но в египте очень много и все и он на будущее очень легко найти проекты так что если у вас будет и пик который хочет в египет это очень классно и вот собственно форма где вы будете искать да то есть по какой по этой форме вы будете искать проекты вот первое в нореве буфом это один из главных том чего надо искать это тут выбирайте дату это с какой даты вы свободны то есть с какой даты искать проект например проект который длится с 1 июля вам нужен проект когда начинается первую то есть 1 июля вы свободны вы пишете 1 июля вот он обновляется и ищет оппортились о поле вот тысячи как я уже говорил большинство проектов на winter peak поэтому вот 1319 проектов вот это проекта которые доступны с 1 июля то есть они не обязательно должны начинаться первого числа но вот они в промежутке и вы его тугал это тоже важно если выбираете страну определенный или определенный регион как вы видите тут даже если еще ничего не наберу тут уже столько так много стран в сэмпеле и не только страны а еще и то есть регионы то есть европа азия миду ист америка и так далее например я хочу проекты в европе давайте в одном европе вот я выбираю европу нажимаю enter или просто мышкой клику вот у меня есть 78 проектов которые в европе начинаются 1 июля вот как вы видите global education summer camps в австрии бишкеки в киргизстане в сербии в россии вот северодвинск албания и так далее вот этот роу для того чтобы как вы уже знаете будучи азикерами у нас есть 17 global goals и вот по ним то есть как проект грубо говоря проект в азике так как он социальный проект он должен основываться на одной из состоянии был довольно голос но я не не советую вам использовать это когда ищите проект потому что ну не просто не советую потому что очень много проектов хороших отсеивает это и не всегда попадет то что надо поэтому лучше посмотреть все их не так что много бывает потом выбрать лучшее то есть желательно это не использовать так и есть еще от вас что вам тут надо апартинте тайту это название проекта я не думаю что есть люди которые прям и пи точнее которые уверены сто процентов знают на сто процентов название проекта и так далее и вот они хотят именно этот поэтому его не использовать не надо не нужен вы никогда точно проект если например это удобно для вас например вы помните был проект помните название но не можете его найти там не знаю по да по стране или по дате экзамена какой дате проекта вот вы запомните его название пишите сюда название находите колотись это не нужен этот этот язык это с язык skills и professional academic background в основном это бывает одинаково всех и пи то есть они все знают английский в языках это не знаю skills do you have например ну это leadership skills не знаю communication skills presentation skills не знает может он кто-то хорошо в компьютерах разбирается поможет документ skills так далее то есть это тоже обязательно надо но чем это хорошо например и пи ваш знает в идеале в идеале например как родной язык знает или нейтов то есть очень хорошо то есть инфлуент очень хорошо знает язык это например итальянский испанский и так далее вы можете вот вот language do you speak добавить например German language вот например есть очень много проектов которые хотят в основном преподать курсы языка или же переводчиком работать они бывают в основном интересные но там нужно в идеале знать язык то есть если ты ешь в германию то должен идеальный немецкий и не обязательно они тоже совпадать то есть бывает проекта который требует язык и если ваш и пи знает язык то я вам советую добавить его вот qualities именно which languages do you speak и вот еще вот так как мы там добавили в when are you available from то есть какого числа вы свободны тут в advanced search мы нажимаем advanced search и есть where are you no longer available то есть 1 июля как мы тут выбрали до какого числа вы свободны то есть какого числа вы уже после какого уже не сможете искать проект например вот здесь 1 июля вы свободны а вот не знаю 15 августа уже нет то есть если вы не напишите тут 15 августа там выйдут проекта который начинается на 20 июля и они уже автоматически заканчивается после 15 августа поэтому их лучше не брать точнее лучше писать дату то есть вы с первого июля свободны и свободны там ну давайте как я уже сказал до 20 до 15 до 20 августа и вот-вот вот 32 проекта у нас и что еще тут вот the name of organization is running the opportunity это это мы уже проверяли это тоже не надо то есть все что вам надо это с какого по какой дата вы свободны и желательно location то есть куда именно вы хотите в определенную зону или страну то есть мы выбрали на то я пришел и ко мне и пи он будет я свободен вот у меня сессия в июне заканчивается 1 июля я могу вылетать но в конец августа у меня занят 20 например я вообще 1 июля 20 августа я хочу в европу вот не хочет он возникнуть я хочу в европу я делаю пост и вот у меня 32 проекта это очень классно вы смотрите какие классные страны киргизстан польша словакия турция там где-то австрия была вот еще польша вот казахстан а тут они даже не написали страны то есть как вы видите вот так и вот это наверху кстати где вы видите тут глазик и число это сколько раз проект просматривали то есть так это коротко о том как искать проекты теперь проверить проект хороший или нет вот проект это где-то в польше я хочу там посмотреть где же он был но не хочу эти проекты мать в 1 посмотрим вот этот и в эйф и не вечерев и дуке еще на против не нравится название я хочу посмотреть так опи опять вот открывается проект я скроллю вниз колесиком и вот я читаю проект начинается 3 июля вот тут слева написано star between 3 июля начинается 15 августа заканчивается вот по критериям который мой писк когда мне подходит duration тут не написали неделя но тут можно почитать сколько недель 8 позиций то есть 8 и фим нужны тут их контакты как вы видите email их email можете с ними связаться и вот собственно сам проект вот тут четыре четыре части есть то есть оппортюнити и ngo logistics и development каждый из них нам о чем-то говорит оппортюнити говорит вообще что это за проект что на чем основывается что-то будешь делать как это будет тут you in goal как видим он основывается на девятом и энго и индустрия innovation and infrastructure significantly increase access to information and communication technology and strive to provide universal and affordable access to internet in less developed countries by 2020 проект неплохой и в общем вы читаете что это за проект как я сейчас не буду вам читать чтоб вы тут не соскучали совсем вы можете потом почитать можете паузу нажать видео почитать main activities expected world schedule я думаю тут поехали числа потому что я не могу совсем понять что это за числа main activities you will have general two days incoming preparation ips то есть у них будет ips это уже хорошо у вас будет трехдневный preparation project team это классно чем больше тренингов тем легче вам работать на самом деле а тут два дня у них будет ips то есть это очень классно ips чем дольше тем лучше чем комфортнее вы будете сейчас себя чувствовать стране я надеюсь вы помните что такое ips то есть когда вы приезжаете в страну вам айзекеры этой страны куда вы приехали этого entity этого lc проводят ips и рассказывают про свою страну как что показывают рассказывают как метро путешествовать туда-сюда как вести себя может в обществе может там есть какие-то для нас которые кажутся обыденными вещами но могут обидеть их культуру и так далее очень часто ситуации такие будут то есть ips вам рассказывает про то как ужиться в этой стране так you will be holding workshops concerning the project topics for local students and teachers так you will have weekly preparation meeting with project team you will prepare workshops in classes in interactive way проект на самом деле хороший для того кому нравится работать со студентами то есть нравится не совсем школах но учебных заведениях работать и у них будут классные проекты так далее workshop и и все так потом тут preferences and requirement это то те skills это что у тебя должно быть то есть какими skills ими и реквай какие скилсы реквай реквай это для этого проекта то есть education preferred то есть ты должен быть ну должен быть образованным английский ты должен будешь учить уметь учить язык насколько я понял это английский ты там будешь учить английский то есть тренинг то есть ты можешь проводить тренинги и так далее facilitation и вроде все то есть вот это скилс для этого проекта скилс обычные то есть любой среднестатистический студент который знает английский может проект 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 это компания которые партнер партнер ничеет с их не мальчике то есть компания которая не будет работать скорее всего я понял вот даже улице и так далее отлично вот from past and present a few worse fellow ази кирс очень классно в принципе все про проект мы знаем вот это теперь предположим моего и пи или даже меня заинтересовал проект я хочу поехать что я должен знать мне принципе я понял чем я буду там заниматься теперь вопрос где я буду жить как я буду жить что я буду должен я заплатить что-то вот вот эта часть для этого мы переходим в logistics я перепрыгну юнга тут то есть мы уже знаем какой-то юнга и так далее это про него рассказывает этому не обязательно читать главное logistics logistics одна из главное что есть opportunity и logistics opportunity это сам проект что как почему где зачем я еду туда что я буду делать а logistics как я там буду жить где я буду жить и что я буду пить есть и так далее то есть начинаем с logistics house insurance это страховка you have to wallet medical insurance for your duration страховка мы причем азербайджане он стоит недорого порядка 23 монад до компьютер но то есть компьютер они нам не дадут и тут еще должно было быть написано еще очень много вещей то как я буду жить где к кормить меня будут или нет но я не знаю это испортит не работает сайт так тупит или же они забыли написать в общем что бы ни было в проектах тут бывает еще очень много дальше написано да например я хочу поехать на этот ну мне понравился проект я хочу на него оплай сделать я захожу опять же поднимаясь наверх и тут будет оплайна у я не буду оплайд на этот проекте потому что потом редекторы делать так далее не хочу просто чтобы вы знали я нажимаю вот это оплайна у и у меня вот эта часть оплайна у меня цена оплайна у меня оплайд и все на проект я оплайнул то есть им пришла от мурада ахмедова от моего профиля им пришла оплайд что такой-то и пи хочет оплайд на ваш проект и они уже связываются со мной там есть мой имейл и так далее они уже связываются со мной и спрашивают там просит меня skype интервью или не знаю видео снять про себя в общем это в принципе это все и если не знаю ему не понравился проект мы нажимаем назад хотя вряд ли он пойдет назад скорее мы сделаем это заново зайдем на основной сайт потом опять глоба волонтере потом опять поиск и будем уже искать проектов много тут например можем проверить проект в азербайджане у нас есть айджи работает и проверим проект вот у нас пока что два проекта хотя их вчера почему-то было четыре я не знаю наверно мы перезагрузили что-то вот build your future и german today да в общем пока что вот так это был про оппортюнити вроде тут все я сниму следующее видео про экспо как работать экспой но вот для и и пи чтобы работать теперь чтобы знать как помогать им находить проект и так далее в основном вы работаете на оппортюнити вроде это все до свидания